Мир стремится к достижению углеродной нейтральности. Отели и рестораны возглавляют революцию в области устойчивого питания. Мы встретились с людьми, которые придумали проект, который изменит гостиничный бизнес. Добро пожаловать в программу «Биржа». Я, Гай Шон, представляю вам самые важные новости делового мира. Спрос на более экологичные продукты питания растет, и все чаще правительства и международные организации призывают нас изменить свой рацион, чтобы помочь планете. Но как быть с крупными предприятиями, которые потребляют гораздо больше ресурсов, чем отдельные люди? Организация Объединенных Наций определила ключевые цели в области устойчивого развития. ООН поставила цель покончить с голодом в мире к 2030 году и призывает компании сыграть свою роль в оказании помощи 2,5 миллиардам людей, которые все еще борются за регулярный доступ к нормальному питанию. По некоторым оценкам, 17% всех продуктов питания, доступных потребителям, просто выбрасываются. Это ошеломляющие 930 миллионов тонн продуктов питания. ООН просит граждан, компании и правительства работать вместе, чтобы сократить количество отходов и сформировать новую циркулярную экономику. Надо действовать быстро, потому что национальные обязательства по выбросам углерода в настоящее время недостаточны для ограничения потепления и достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году. Что ж, это серьезное предупреждение от Организации Объединенных Наций. Давайте сейчас поговорим с теми, кто тесно сотрудничает с ООН в данном вопросе. Одна из них, знаменитая шеф-повара и консультант ООН по вопросам пищевых отходов Лейла Фатала. Лейла, добро пожаловать. Что могут сделать шеф-повара, чтобы помочь? Начнем с этапа покупок. Перед тем, как мы отправимся в магазин, надо составить список на неделю вперед. Мы покупаем продукты в соответствии с перечнем блюд, которые будем готовить следующие 7 дней. Таким образом, мы не берем ничего, что к концу недели окажется ненужным. Как и в математике, надо подсчитать, сколько потребляет наша семья и готовить соответственно. Если у нас больше еды, чем нужно, мы можем отдать ее другим. Давайте использовать все, что у нас есть на кухне. Так мы получим меньше пищевых отходов. Интересный совет от шеф-повара Лейлы Фатала, которая делится своим опытом, как озеленение нашего питания работает на практике. В начале этого года я посетил у Олдов Астория Лусаил в Катаре, чтобы посмотреть, что происходит, когда международный отель перенимает стратегию устойчивого развития в сфере продуктов питания. Там я побеседовал с Эммой Бэнкс, которая меняет наше представление о том, как мы едим и пьем во время путешествий, и с Дэвидом Джексоном из технологической компании, занимающейся проблемой пищевых отходов. Исследования показывают, что во время Рамадана, да и во время других праздников, количество пищевых отходов может увеличиться примерно на 25-50%. Так что это довольно серьезная проблема. Мы хотели посмотреть, как можно сделать Рамадан более экологичным. Поэтому предложили эту идею, и теперь размещаем в отелях сообщения о рациональном использовании продуктов во время утреннего и вечернего приема пищи. Чтобы гости задумались о проблеме пищевых отходов. Мы сотрудничаем с местными фермерами, заказываем как можно больше местных продуктов, что, опять же, более экологично. Стремимся максимально редко использовать пластик. Мы установили связи с компанией Winnow и используем их в технологию искусственного интеллекта для контроля пищевых отходов и получения рекомендаций о том, как их минимизировать. В нашей компании мы разрабатываем инструменты искусственного интеллекта, чтобы помочь шеф-поварам сделать кухню более эффективной и экологичной, сокращая при этом количество пищевых отходов вдвое. Область искусственного интеллекта, в которой мы работаем, компьютерное зрение. Мы учим машину распознавать продукты, которые выбрасываются. Мы работаем с тысячами шеф-поваров в 67 странах и были рады присоединиться к компании Hilton в рамках проекта «Зелёный Рамадан». Наши разработки помогают понять, в каких случаях продукты расходуются впустую и предлагают варианты необходимых изменений. Клиенты могут определить конкретные продукты, конкретные зоны, где нужно внедрять научный подход, который поможет уменьшить количество пищевых отходов. Отель Уолдорф Астория в Усаиле – демонстрация того, что роскошь и устойчивое развитие действительно могут идти рука об руку. В ЕС начинается «Зелёная неделя». Это даёт Европе возможность отметить прогресс, которого мы достигли, и побудить отдельных людей, сообщества и организаций к более активным действиям в будущем для защиты, сохранения и восстановления окружающей среды. Я побеседовал с представителем ЕС по вопросам окружающей среды, Адальбертом Янцем, который рассказал, почему это так важно для работы по обеспечению устойчивого развития. Мы проводим «Зелёную неделю» в ЕС уже около 20 лет. Суть её в том, чтобы собрать политиков, людей, принимающих решения со всей Европы в Брюсселе на большой конференции, и обсудить, как нам двигаться дальше, в экологической сфере в целом. Это действительно важный момент с точки зрения коллективного мышления и продвижения по пути к устойчивому развитию. «Зелёная сделка ЕС» — приоритет для Еврокомиссии, и это не случайно. У нас есть небольшое окно возможностей прямо сейчас, чтобы перейти к более устойчивому миру, который гарантирует нашему благосостоянию более прочную основу, не нанося ущерба природе и климату. Похоже, что на горизонте более устойчивое будущее для Европы. А сейчас время нашей постоянной рубрики «Новости бизнеса» за 60 секунд. В этом месяце гигант индустрии спортивной одежды «Найк» представит новый квартальный отчёт о прибыли. После выхода голливудского фильма «Воздух», посвящённого компании, она получает дополнительную прибыль, в основном благодаря успеху своей стратегии прямого доступа к потребителю. Акционеры надеются увидеть в последнем отчёте радующий глаз цифры. Мастеркард проводит ежегодное общее собрание акционеров. Компания изучает новые возможности платёжных технологий, опираясь на существующее партнёрство с криптобиржами, включая Binance, Nexo и Gemini, чтобы предложить своим клиентам новые криптовалютные платёжные карты. Акционеры Mario также соберутся в этом месяце на ежегодное общее собрание. Гостиничная группа восстанавливается после пандемии, демонстрируя высокие показатели по итогам 2022 года. Недавно она подписала соглашение о расширении на азиатском рынке, открыв семь новых отелей во Вьетнаме. Неплохо, очень неплохо. ООН поставила цель ликвидировать голод в мире к 2030 году. Организация призывает всех сыграть в этом свою роль. Но ежегодно около миллиарда тонн вполне пригодной пищи по-прежнему выбрасывается. Задача накормить 2,5 миллиарда человек, которые лишены доступа к нормальному питанию, потребует серьёзных изменений в сознании людей, ведущих бизнес. Этот выпуск передачи «Биржа» завершён. Спасибо за просмотр. Заходите на сайт euronews.com, чтобы узнать о последних бизнес-новостях. И смотрите нас в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова